всем огромный привет меня зовут елена и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу поделиться с вами рецептом самого вкусного варенья из дыни варенье получается очень ароматные и безумно вкусные а готовится все как всегда просто и быстро подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов всем кто уже подписан огромное спасибо за поддержку все точные пропорции продуктов как всегда в описании под видео давайте готовить нам понадобится дыня дыню предварительно моем под холодной проточной водой дыню разрезаем пополам чистим внутри разрезаем на более маленькие кусочки очищаем от кожуры и нарезаем на средние кусочки уже очищенной и нарезанной дыни нам понадобится полтора килограмма даже если дыня вам попалась невкусная и не сладкая из нее можно приготовить очень вкусное варенье все получится просто замечательно на полтора килограмма дыни добавляем один килограмм сахара и отставляем пока в сторону подготовим лимон и мандарин вместо мандарина можно взять апельсин лимон и мандарин предварительно обдаем кипятком затем нарезаем на средние кусочки вместе с кожурой косточки обязательно убираем чтобы не давали горечь варенье и он и и и и подготовленные фрукты добавляем к дыне все аккуратно и хорошо перемешиваем даем постоять 12 часа чтобы дыня пустила сок так как дыня у меня была сочная уже через час получилось много сока ставим варенье на средний огонь доводим до кипения и кипятим ровно 10 минут если нужно перемешать перемешивайте очень аккуратно через 10 минут выключаем огонь и варенье полностью остыть пенку я не убираю варенье полностью остыло снова ставим второй раз на средний огонь доводим до кипения и кипятим 10 минут затем выключаем огонь и снова даем варенье полностью остыть варенье остыло ставим третий раз его на средний огонь снова доводим до кипения и третий раз кипятим его 15 минут затем готовое варенье разливаем по стерилизованным баночкам заполняем по горлышко пока варенье горячее она жидкое но по мере остывания она загустеет баночки накрываем крышками и плотно закручиваем баночки я стерилизую паром крышки кипячу 3-4 минуты баночки переворачиваем укутываем теплым одеялом или полотенцем и в таком положении даем полностью остыть друзья готовое варенье получается очень вкусные и ароматные кусочки дыни остаются целыми и прозрачными в сиропе обязательно добавляйте лимон или лимонную кислоту так как дыня от природы своей кислоты не имеет варенье отлично хранится как квартире в кладовке так и в подвале невероятно вкусно подать такое варенье на завтрак с салатами или блинами обязательно попробуйте приготовить но я как всегда желаю вам удачи на кухне крепкого здоровья и всего самого хорошего если вам понравился рецепт подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых вкусных рецептах всем пока пока